Вот какими словами Роберт Оппенгеймер описал первое ядерное испытание. «Когда в небе вспыхнут тысячи солнц, я приду смертью». Он процитировал слова Кришны из «Бхагавадгиты». В Махабарати и Рамайане можно найти детальное описание оружия, похожего на современное. Вы все равно сможете исследовать космос, познать все, что захотите. Если посмотреть на современные науки, то можно заметить, что они полны объяснений, но они совершенно не занимаются самым основополагающим аспектом мироздания. Они объясняют уже существующие феномены. И эти объяснения сменяют друг друга каждые пять лет. И тогда новая группа ученых получает Нобелевские премии. Я не высмеиваю науку в целом. Наука — это замечательный способ поиска, в этом нет сомнений. Сегодня лучшие ученые мира однозначно поняли, что это не тот путь. Они не просто открыто признают, что мы не знаем, но также заявляют, что мы никогда не узнаем. Получение отдельных крупиц знаний о мироздании принесет человечеству невероятную пользу, в этом нет сомнений. Но когда то, что приносит пользу для одного поколения, грозит вымиранием для следующих, это весьма недальновидная инвестиция. В текстах Пуран, к которым относятся Махабарата и Рамайана, можно найти детальное описание оружия, похожего на современное. Люди не могли выдумать то, чего не существовало, концепцию того, чего просто не существовало столетия назад. И вы удивитесь, но Роберт Оппенгеймер, который считается отцом современного ядерного оружия, во время первого испытания атомной бомбы в Лос-Аламасе в США, процитировал слова Кришны из Бхагавадгиты. «Когда в небе вспыхнут тысячи солнц, я приду смертью, и я сотрясу мир». С помощью этих слов Оппенгеймер описал первое ядерное испытание, которое было проведено в Соединенных Штатах. потому что то же самое Кришна сказал почти пять тысяч лет назад. Я обращаюсь к этой теме, потому что эта грань естественных наук была изучена и отвергнута как неверный путь для человечества. Если им пойти, это будет путь разрушения. Это не тот путь, по которому нужно идти. Поэтому все внимание было направлено на мистическое измерение, которым человек способен к безграничному росту исследованию, не причиняя вреда ничему вокруг. Не опотревожив другую жизнь, вы все равно сможете исследовать космос, сможете познать все, что захотите. И основное стремление человека — это желание роста. Единственный вопрос, что он выберет — покорение или принятие. Каким путем он пойдет — это единственный вопрос. Но человека нельзя удержать от роста. Поэтому, говоря о мистических измерениях, мы имеем в виду, что наш взгляд на жизнь, наше исследование жизни, происходит совершенно в другом направлении, в ином измерении. В какой-то мере это требует пересмотра всего, что вы сделали, как жизнь. Когда я говорю «жизнь», вы сразу начинаете думать про работу, бизнес, семью, мужа, жену, детей и друзей, и много чего еще, не так ли? Очень немногие люди. И только если приставить им пистолет к голове и сказать «от этого зависит твоя жизнь», тогда они смогут осознать, что такое жизнь. Что? Это не вечеринка, не работа, не деньги, не дом, не дети. Это не одно и не другое. Жизнь — это вот что. Жизнь — это не поезд, приходящий по расписанию, и не самолет, влетающий вовремя, и не звонок мобильного телефона, и не прибавка на банковском счету. Нет. Жизнь создают просто почва, дождь, ветер, горы, деревья. И то, что бьется здесь, то, что пульсирует в каждой клетке этого тела, и самое главное — разум, который стоит за всем этим. Если мы хотим исследовать что-то еще, тогда мы должны немного перестроить себя. может быть перестройка себя и не доставить нам удовольствия. Но я хочу, чтобы вы знали, единственное, к чему вы стремитесь, осознанно или неосознанно, это стать чем-то большим, чем вы есть сейчас. Вы никогда не станете чем-то большим, пока не усилите свое восприятие. Увеличивая свой счет в банке, вы не станете чем-то большим. Это только сравнение с другими. Если не будет тех, кто немного беднее вас, то миллиард долларов не сделает вас счастливыми. Да или нет? Представьте, что у всех людей в мире по 10 миллиардов долларов, а у вас один. Вы будете счастливы? Так что миллиард долларов ничего не решит, только по сравнению себя с другими. Что бы вы ни имели, чего бы, по вашему мнению, вы не достигли, к сожалению, это не будет значить ничего, если рядом не будет тех, на кого можно смотреть свысока. Пожалуйста, поймите это. Да или нет? Единственная вещь, которая будет иметь значение, это расширение вашего восприятия, когда вы испытываете больше жизни, чем вчера. Для этого вам не нужно себя ни с кем сравнивать. Как кто-то другой испытывает или не испытывает жизнь, не имеет значения. Если вы испытываете больше, чем испытали вчера, то этот день благословенен. И это день, который приносит удовлетворение. И в конечном счете, это единственное, что может принести человеку удовлетворение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok